Давайте попробуем поиграть в детектива. Что можно сказать об этой ножовке? Чем она отличается от остальных? Какую историю она в себе хранит? Ей больше 30 лет. Эта ножовка является одним из основных инструментов Александра Васильевича, изготовителя художественных изделий по дереву. Ну начал заниматься, я в общем не имею в этом направлении никакого образования, абсолютно. Это мое увлечение, хобби. Я просто живу и радуюсь, режу. Некоторые занимаются там, в домино играют, в карты, рыбалка, охота и прочее там. Ну а я находил удовольствие в этом, садился и забывал обо всем. Преподавал Александр Васильевич около 15 лет. За все это время он обучил около 250 ребят. Их специальность называется сейчас не мастер-краснедеревщик, а изготовитель художественной резьбы по дереву. Его ученики делают иконостасы для разных церквей. Сейчас Александр Васильевич также преподает, но абсолютно бесплатно. Каждый день он готов принимать к себе новых учеников. С 2007 года в этом помещении находится клуб любителей резьбы по дереву. Ну и выставка резьбы по дереву бесплатная. Но в 2015 году здание, в котором располагается его выставка, признали аварийным. Каждый месяц счета за дом пополняются, а различные инстанции запрещают там жить и преподавать. К сожалению, мастерской, в которой он на добровольной основе обучал детей своему ремеслу, скоро может не стать. Александр Васильевич признается, что раньше никогда не мог подумать о продаже своих масок. Это его первое, сделанное в 1982 году. Многие другие ему пришлось продать для того, чтобы сохранить это здание. На днях вынесут вердикт, касаемо мастерской. Будем надеяться, что выставка школы никуда не пропадет. Конечно, неплохо было бы, если сейчас все говорят о том, что делать Рязань такой туристическим направлением, пригласить сюда. И одной из точек этих посещений, прибывших к нам у гостей, будет эта выставка бесплатной резьбы по дереву. Я считаю, что это великолепно было бы. Кроме того, как, конечно, резанцы очень многие посетили и продолжают посещать эту выставку.